Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В начередной сессии Народного собрания Республики депутаты одобрили изменения в бюджет Карачаева-Черкесии на год текущий и на последующие два года. Эпидемиологическая ситуация в Республике, меры защиты и темпы вакцинации. Об этом речь шла на встрече в волонтерском центре «Единой России» с главным врачом центра гигиены Хусеем Подчаевым. Они первыми оказывают помощь пострадавшим больными и являются верными помощниками врачей. Этих специалистов вот уже 85 лет готовят Карачаева-Черкесский медицинский колледж. Такие дети – это наше будущее. Внимание, дети! Профилактическую акцию провели сотрудники Прикубанского ГИБДД вместе с юными помощниками полицейских. Сегодня на сессии Народного собрания одобрены изменения в бюджет Карачаева-Черкесии. Законопроект представил министр финансов Вадим Камышан. В связи с перевыполнением бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам увеличена доходная часть. За счет этого увеличены и ассигнования Министерству здравоохранения. Большая часть направлена на закупку дорогостоящих лекарств и на обеспечение ковид-госпиталей всем необходимым, а также на стимулирующие выплаты медицинским работникам. Председатель правительства Мурат Таргунов сообщил, что выделены средства на приобретение концентратов кислорода. Кроме того, на территории Черкесско-Городской и Усть-Жигутинской больниц оборудуют кислородные станции. Также выделено более 2 миллионов рублей для ускорения процесса при подготовке ПЦР-тестов. Сегодня в волонтерском центре «Единой России» на встрече с главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии Карачаева-Черкесии Хусеем Бачаевым поднимали вопрос эпидемиологической ситуации в республике, мерах защиты и темпах вакцинации. Подробности в репортаже Корчи Беджиева. Задача этого мероприятия – ознакомить волонтеров с людьми, которые сегодня непосредственно занимаются работой по борьбе с коронавирусной инфекцией. На этот раз героем приглашенным на эту встречу стал главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Хусеем Бачаев. В разгар пандемии это учреждение в максимальном количестве стало проводить тесты на наличие вируса у граждан, которые жаловались на ухудшение состояния. Как говорит сам врач, было тяжело, но со временем они преодолели нагрузку, которая легла на плечи сотрудников. Если вы получили результат анализа ДНК или РНК вируса обнаружено, то это 100%. То есть вероятность того, что этот тест недостоверен – 0,1%. Ошибки проходят, когда недостаточно биологического материала. Если биологический материал мы в лаборатории не уловили, то выдается, что РНК вируса не обнаружено. И, к сожалению, это происходит по многим причинам. Это и как человек сам подготовился, кушал ли он до этого, не кушал, курит ли он, не курит, применил ли дезинфекционные средства. И от того, в каких условиях были отобраны эти пробы биологического материала. Также на мероприятии Хусей Бачаеву вручили благодарственное письмо за проявленную работу, высокий профессионализм и личный вклад в борьбу против коронавирусной инфекции. Так, в 2020 году 97% всех проведенных исследований были на базе Центра гигиены и эпидемиологии. В этом году более 55%. Чтобы донести и до жителей нашей республики, что сегодня борьба с коронавирусной инфекцией, это дело не власти или партии, или там волонтерских центров. Это сегодня дело каждого жителя республики, каждого жителя нашей страны. Почему? Потому что очень важно сегодня, чтобы каждый понимал ту ответственность, которую он несет. И в плане вакцинации, и в плане мер безопасности, которые должен соблюдать сегодня каждый житель республики. На встрече волонтерам студентам медицинского колледжа рассказывали, как нужно одеваться в случае эпидемиологической ситуации, каким образом проводятся сборы тестов на наличие вирусов, как работает Центр эпидемиологии, и что самое важное – вакцинация. Сама встреча прошла неформальной обстановке. Все желающие могли пообщаться с гостем, задать любой вопрос и получить на него нужный ответ. В мероприятии мы обсуждали тему коронавируса, как правильно сдавать ПЦР-тесты, как надо делать вакцину, какую вакцину надо прививаться. И в общем, эти темы очень интересны для нас, студентов медицинского колледжа, которые в дальнейшем нам помогут. По назначению нашего руководства колледжа сказали, что есть волонтерский отряд. Я была волонтерским отрядом и в школе, и я решила продолжить свою деятельность. А так я здесь узнала много интересного про вакцинацию, про коронавирус и про другие темы. Я буду врачом, и это нужная деятельность. По словам Хусе Батчаева, социализация человека во время пандемии – очень сложная вещь. И работа волонтеров сейчас как никогда важна для всех, особенно для малозащищенных слоев населения. Этим людям нужна особая поддержка и доброе слово. Карчабиджиев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 28 542 человека. Из них 24 797 выздоровели, 913 человек – госпитализированные. Глава Карачаева-Черкесии Арши Тимреза выразил соболезнование в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны Хазыра Олевича Тимирова, который ушел из жизни на 101 году. Хазыра Олевич прожил достойную жизнь, защищал родину на фронтах Великой Отечественной с первых дней кровопролитной войны. Трудился после наблаго Карачаева-Черкесии, создал чудесную семью, был добрым, отзывчивым со всеми. Его окружали заботой и лаской родных. Для всей нашей республики это большая утрата. Хазыра Олевич Тимиров – бесспорный пример для каждого из нас, особенно для подрастающего поколения. Завершено расследование уголовного отдела о гибели двух туристов в результате опрокидывания рафтов в Карачаево-Черкесии. Напомним, 18 июня на реке Кубань в Карачаевском районе во время сплава перевернулся катамаран с туристами. Группа из 14 человек отправилась, не зарегистрировавшись в МЧС. Во время сплава катамараны перевернулись, 12 смогли выбраться, двое туристов погибли. Перед судом предстанут трое мужчин. Следствием установлено с целью получения материальной выгоды. Не имея права на предоставление туристических экскурсионных услуг, они решили организовать не отвечающий требованиям безопасности сплав на надувных лодках. И, как рассказали следственные управления республики, один из обвиняемых, согласно отведенной роли, подыскал желающих принять участие в сплаве и лично получил от них денежные средства на общую сумму около 595 тысяч рублей. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошен ряд свидетелей. Проведены необходимые экспертизы, а также следственные процессуальные действия, изобличающие мужчин в совершении указанных преступлений. В настоящее время следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Слово нашим синоптикам. Днем 11-13 градусов тепла. Уже 85 лет учат здесь, ныне в Карачаево-Черкесском медицинском колледже, в прошлом школе медицинских сестер, а с 1958 года в медицинском училище. Как живет суд сегодня, каких специалистов готовит, расскажет Алла Качиева. Многое зависит от их профессионализма, сострадания, чуткости, а порой смелости. Они первыми оказывают помощь пострадавшим, больным и являются верными помощниками врачей. Медсестры, фельдшеры, акушеры, зубные техники и другие медицинские работники среднего звена остаются востребованными во все времена. Возможность получить эти и другие специальности в нашем регионе есть уже 85 лет. Юрий Михайлович Удовенко 81. 50 лет он преподает в Карачаево-Черкесском медицинском колледже сложный, вместе с тем интересный предмет – хирургию. Клятве Гиппократа Юрий Михайлович верен с 1964 года. Несмотря на преклонный возраст, хирург-травматолог ведет приемы и сегодня. Все свои знания, практический опыт Юрия Удовенко с удовольствием передает подрастающему поколению. Ну, медицина – это все-таки быть нужным и полезным людям, которые нуждаются порой в очень серьезной помощи. Само слово «врач» – врачевать, лечить душу, тело и давать человеку возможность жить качественно. Ту самую возможность жить полноценной жизнью дают и тысячи выпускников медколледжа, которые трудятся в системе здравоохранения. Ежегодно учебное заведение оканчивает около 300 молодых людей. 22 года колледжем руководит Рашид Иртуев, некогда окончивший данный СУЗ с отличием. Получив высшее медицинское образование, он проработал врачом. Но когда поступило предложение, даже не раздумывая, Рашид Таусултанович вернулся в родной альмаматор. Хотел бы пожелать здоровья своему коллективу, счастья, добра, благополучия. Хотелось бы поздравить студентов. Им повезло, что они учатся в такое хорошее время, чтобы они получали знания, чтобы они стремились ввысь, чтобы кто-то пойдет дальше учиться в институты, чтобы они стали хорошими врачами, чтобы они всегда относились к пациентам так, как хотели бы, чтобы к ним относились. А к практической медицине студентов готовят основательно. В колледже около ста высококвалифицированных преподавателей. Сегодня активно совершенствуется материально-техническое оснащение учебного заведения. Колледж располагает хорошей современной базой для практического обучения. Мы сделаем внутримушечный укол. Прежде чем мы должны выстелать, мы должны проверить на срок у нас лекарства. Если осадок в лекарстве, на целостность мы должны проверить упаковку шприца. И после этого мы должны будем приступать к манипуляции. Здесь их учат делать уколы, измерять артериальное давление, ухаживать за больными в стационаре и следить за их режимом. Выполнять ничепные процедуры, назначенные врачом. У нас хоспис. Чаще всего здесь находятся пациенты, которые нуждаются в постоянном уходе, но нет возможности оказать этот уход в домашних условиях, например. То есть это, например, может быть пациент после инсульта, который не может самостоятельно вставать, передвигаться. Здесь мы обучаем студентов, как правильно ухаживать за этим пациентом, какие приспособления можно использовать для выполнения различных манипуляций. На практике также студенты учатся оказывать помощь в проведении операций и обследований, оформлять историю болезней, рецепты и медицинские карты. Мы регулируем количество подачи кислорода, присоединяем к аппарату Боброва, и пациент получает увлажненный кислород. Сегодня в стенах Карачаево-Черкесского медколледжа, которому 85, обучаются 1120 студентов. Они живут одной семьей, приобщаются к любимой профессии, которая не теряет своей актуальности, получают уроки милосердия, человечности и гражданской зрелости. Алла Качиева, Левастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сотрудники Прикубанского ГИБДД совместно с активистами школьного движения юные помощники полицейских в рамках плановых информационно-пропагандистских мероприятий провели профилактическую акцию «Внимание, дети!» Ахмат Халкищев подробнее. В этом году на территории Прикубанского района заметный рост детского дорожно-транспортного травматизма. А именно, за 11 месяцев текущего года было совершено 3 ДТП с участием несовершеннолетних. Единственный положительный момент – это то, что во всех происшествиях обошлось без тяжелых последствий, отмечает сотрудник Прикубанского ОГИБДД Заур Капушев. На постоянной основе проводим такие профилактические акции, проводим беседы профилактического характера с участниками дорожного движения, призываем их к соблюдению правил дорожного движения неукоснительного, дабы избежать дорожного транспортного происшествия, в том числе с последовавшими лицами. Дети – самые непредсказуемые участники дорожного движения. Особенно нельзя терять бдительности на дворовых территориях и вблизи детских учреждений. Тем не менее, как результат регулярной совместной работы с полицейскими и особого подхода педагогов, учащиеся специализированного класса общеобразовательной школы поселка Кавказский могут провести ликбез даже весьма опытным водителям. Очень приятный молодой человек. Я надеюсь, что такие дети – это наше будущее, конечно же. Я надеюсь, что оно будет прекрасным. Кроме писем и устных призывов соблюдать правила безопасности дорожного движения и не терять бдительности за рулем, у юных друзей полицейских были и подарки для водителей. Тем, у кого в семье есть дети, давали фликеры со светоотражающими элементами, чтобы они могли обезопасить ребенка, сделав его более заметным в темное время суток. Ахмат Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите вестей.